Константина Пятца принято считать отцом эстонской государственности. Первый премьер-министр, первый президент. Он когда-то лично зачитал акт о независимости Прибалтийской республики. Вместе с тем отношения к Пятцу на родине довольно противоречивые. Одни считают его национальным героем, другие предателем. Посол Эстонии в России Арти Хилпус, как подобает дипломату, в оценках сдержанной нейтрален. Конечно, мы можем оценивать каждого политика по-разному. Поэтому есть некоторые решения, которые они очень правильно приняли. Есть такие решения, о которых мы еще до сих пор спорим. Такая личность Константина Пятца, потому что он был в активном политическом действии более 20 лет. Последние годы жизни Константина Пятца связаны с Тверской землей. Когда в 40-м году Эстония вошла в состав Советского Союза, отстраненного от должности президента Прибалтийской республики сослали в Уфу. Затем Пятца перевезли в Казань, а в середине 50-х отправили на принудительное лечение психиатрическую лечебницу в Бурашево. Кем именно является молчаливый пожилой мужчина с манерами интеллигента, рядовому персоналу больницы не говорили. Даже историю болезни таинственного пациента хранили в сейфе, вспоминает Евдокия Шиканова, работавшая санитарком в медицинском учреждении. Но отношение к Пятцу всегда было особенным. Старшая наша, она суровая была старшая, она говорила, что у него своя есть вот такая мисочка железная и кружка. И он, чтобы всегда с его посуды. И мойте посуду ему не там, где больные моют, а мойте там, где руки моют, в ракину просто помыть ему отдельно. Он очень брызливый. А старшая, мы разносим еду, она сама в буфете возьмет, эту мисочку ему принесет. В 56-м Константина Пятца не стала. Первого президента Эстонии похоронили здесь же, в Бурашево, рядом с другими пациентами психиатрической больницы. 30 лет о таинственном пожилом мужчине с необычным акцентом никто не вспоминал, пока однажды в конце 80-х в Бурашево не приехала поисковая группа из Эстонии, намеревавшаяся найти место захоронения Пятца. Сделать это было нелегко. Могила бывшего эстонского президента была безымянной. Пришлось поочередно, шаг за шагом, обследовать все захоронения. Школьники села Бурашево, жители села Бурашево помогали, чем могли при раскопках, при обнаружении его могилы. Надо сказать, трудным это было дело. Только 46-я раскопанная могила и только на второй год нашли. Первый год экспедиция прошла, ну как сказать, впустую, не определили ничего. Могилу Константина Пятца нашли, можно сказать, случайно. Возможное место захоронения указала его бывший лечащий врач Ксения Гусева. Останки первого президента Эстонии перевезли на родину и захоронили с почестями в Таллине. А на месте могилы в поселке Бурашево несколько лет назад установили крест, а затем и камень с памятной табличкой. Каждый год сюда приезжает эстонская делегация. В день независимости Прибалтийской республики к месту бывшего захоронения приносят цветы воспитанники местной школы. В учебном заведении открыт музейный уголок, посвященный Константину Пятцу. Денис Ренов, Виталий Осипов, Рентовый пилот.